Тема школ и детских садов в целом была трендом недели. В Новосибирской области внепланово собираются проверить все дошкольные учреждения и их сотрудников. А в школах планируют создать специальные службы примирения, которые должны работать на перевоспитание трудных подростков. Впрочем, в системе образования обсуждали не только воспитательные вопросы. Уже 1 марта стартует акция «Батебатический дозор». Проект чем-то напоминает «Тотальный диктант», где все желающие могут проверить свои знания по русскому языку. Придумали и реализовали, кстати, тоже новосибирцы. Однако, чтобы принять участие, хватит и интернета. Проходить акция будет в течение 4 дней. Зачем нужна математика? Узнали мои коллеги. Чтобы потом на работу поступить, на работе нужна математика. Современные ученики уже в начальной школе знают, но уроки ходят за пятерками не для родителей. А уж в старших классах ребята становятся куда конкретней. Я хочу стать архитектором, поступить здесь в университет. И мне такой предмет, как геометрия и естественная алгебра очень и очень пригодятся. Настя, одноклассница Аниса, профессию архитектора также рассматривает в числе возможных. Но приложение полученным знаниям найдет и в быту. Математика же нужна быть в любом случае, даже в повседневной жизни. Выводить расчеты, когда в будущем ты выйдешь замуж, то нужно же будет вести учеты за электричество, воду и так далее. К тому же математика есть среди обязательных предметов на едином госэкзамене. Сказать, что ребенок гуманитарий, а не технарь сейчас, по-моему, это сложно. Потому что каждый человек в какой-то мере все равно должен понимать, что без математики ему в настоящее время никак не обойтись. В этом году ученики примут участие в математическом дозоре. Акция стартует 1 марта и в течение 4 дней у всех желающих будет возможность зарегистрироваться на сайте и решить 15 заданий за 45 минут. Идея такого дозора родилась у новосибирцев. Уже в прошлом году в нем приняли участие около 5000 человек из 38 регионов. Всем были предложены одинаковые задания. В этом году обещают разнообразие. Мы добавили теперь уровни. Теперь ученик получит, участник получит не только количество баллов, но и уровень. Деление произойдет на три уровня. Базовый уровень, повышенный и высокий уровень. Ну это так чисто для самолюбия. В следующем году планируют добавить варианты для каждого из уровней. Ожидают, что самые молодые участники будут из 10 классов. Хотя никаких ограничений по возрасту нет. Ученики включились в проверку знаний активно. В прошлый раз их было больше половины среди участников. Мы просто хотим показать людям, что математика окружает нас везде. Умение логически мыслить, умение рассчитывать, строить дом, заниматься хозяйством, ходить в магазин. Это тоже ведь все математика. И должна сказать, что, конечно, самые сложности большие вызвали уравнение. И такое очень интересное задание – расчет площади Акраэдра. То, что без царицы наук никуда, хорошо знает и третьеклассница Даниэла. Совсем недавно на окружной конференции защищала презентацию о шоколаде в секции математика. Вывела формулу сладости и научилась работать с переменными. На самом деле я поняла, что вред шоколаде – это сахар. И поэтому я решила заменить его на мед. Но на самом деле правильного шоколада не существует, потому что все зависит от индивидуальности человека. Результаты математического дозора будут известны после 15 марта. В прошлый раз максимальные 15 баллов удалось набрать 5% участников. Наталья Цопина, Василий Тополев. Специально для итогов недели.